На место стихийной торговли участковый подъезжает на дорогой иномарке. Капитана полиции Раимбека Ештаева здесь, похоже, все знают. Такая у него работа – всех знать и чтобы его все знали. Присматривать за неблагополучными, гонять с детских площадок шумных алкоголиков и, конечно, пресекать незаконные парковки и торговлю в неположенном месте. В общем, следить, чтобы было спокойно и безопасно. На вопрос, почему на месте, где Аким Шимкента распорядился убрать незаконную торговлю. Сегодня идет непорядок. Участковый не растерялся и ответил, что все в полном порядке. Штрафы он выписывает регулярно. Появление нашей съемочной группы не напугало и торговцев. На случай внезапной проверки у них есть готовый ответ. Пока проверяющие выписывают штрафы, продавцы спешно ретируются. А когда рейдовое мероприятие подходит к концу, на тротуарах разворачивается незаконная торговля. Пока мы ликвидируем, здесь они начинают торговать в другом месте. Когда мы их разгоняем, они новое место находят. Разрешения на торговлю у нелегальных продавцов нет. Сертификатов качества на товар – тоже. Но торговцы не спешат покидать насиженные места. Они говорят, что вынуждены продавать за территорией рынка. Работать внутри базара слишком дорого. Борьбу с незаконной торговлей в районе верхнего рынка начал лично Аким города. Габидул Абдрахимов тогда в одночасье очистил тротуары от самозахватчиков. Но порядок продлится недолго. Стихийную торговлю возле верхнего рынка мы ликвидировали. Теперь необходимо начать работы по благоустройству. На какой сейчас стадии там проходят работы? Конкурс государственных закупок прошел. В течение недели мы планируем подвести итоги. Запланировано установить ограждение, как возле рынка Самал. Предоставьте мне отчет о том, какая компания выиграла тендер и как проводятся работы. Распоряжение городского угловой, похоже, так и осталось на бумаге. А ведь в конце месяца наступает время подведения итогов его четырехлетней работы в качестве районного Акима. Возможно, к этому времени ему удастся найти рычаги и давление и пресечь незаконную торговлю, добавив таким образом себе очки перед итоговым отчетом.